За рубежами Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я понимаю, победила партия «Грузинская мечта». И побеждает же она уже не в первый раз. Это же правящая партия вроде «Единой России» у них там в Грузии. Да, может быть, вроде «Единой России». Но, во всяком случае, да, правящая партия уже второй срок будет она во власти. А до этого кто был? До этого было «Единое национальное движение» партия Саакашвили. Но в 2012 году они проиграли выборы, выиграла «Грузинская мечта». И вот сейчас она второй раз выиграла. С партией «Грузинская мечта» связана, прежде всего, Нином Бурджанадзе, которая нам известна еще вот по той самой... Нет, она никак не связана с партией «Грузинская мечта». С партией «Грузинская мечта» связана ее Нишвили. А, подождите, а Бурджанадзе связана? А Бурджанадзе связана со своей собственной партией. Там она как-то называется, я уже не помню, демократическое движение. Ой, ну ладно, запуталась. Но это не суть важная. Не суть важная, нет. Важно то, что состоялись выборы, и вы, как я понимаю, интересуетесь тем, насколько это изменит эти выборы, ситуацию в российско-грузинских отношениях, да, и вообще во внешней политике, наверное, Грузии, наверное, это вас интересует. Это возможно вообще, учитывая, что они как бы были у власти, так и остаются? Нет, ну, естественно, невозможно, потому что та политика, то, что касается внешней политики, сейчас мы обсуждаем, да, внешняя политика Грузии, она не меняется уже в течение более 20 лет, да, уже четверть века, вот со времен Шеварнадзе, как он заложил вот этот прозападный, проамериканский тренд такой, вектор в грузинскую политику, так оно и продолжается. Сменяют друг друга политические силы, которые как будто бы на дух друг друга не переносят. Там Саакашвили якобы ненавидел своего воспитателя Шеварнадзе, пришел к власти с радикальными, значит, там, требованиями и лозунгами. То же самое Иванишвили пришел на волнение, ненависти к Саакашвили. Вот, но суть внешней политики не меняется. Вот они как будто друг друга ненавидят, но во внешней политике придерживаются одного и того же направления. И это понятно, потому что все они сформированы, все эти политические силы, под надзором Соединенных Штатов, американских кураторов. Они в течение вот всех этих 25 лет безраздельно господствуют на вот этом, монопольно владеют фактически этим политическим рынком, вернее базаром. И формируют вот эти политические партии, создают те конфигурации, которые им нужны в данный момент. Вот сейчас им нужна вот такая конфигурация, они ее создали. По сути, ничего не изменилось, даже внешне, потому что, ну, в прошлом парламенте была ведущей политической силой, была вот эта грузинская мечта, а оппозиционной было национальное движение. Сейчас то же самое сохранилось, просто больше мест у грузинской мечты и меньше мест у национального движения. Смотрите, единое национальное движение, вот то самое, да, партия Михаила Саакашвили, сейчас, учитывая, что он несколько сменил свою дислокацию и располагается в другой стране, на другой позиции, с ним еще эта партия как-то связана? Ну да, он духовный лидер, он гуру такой для них. Духовный лидер, лидер в изгнании такой. Да, в изгнании, вот. Вообще ситуация парадоксальная, конечно. Вот эти обе партии, они считают своими лидерами. Одна, значит, Саакашвили, другая Иванишвили, но ни один, ни другой, никакой официальный юридический статус в этих партиях не имеют, потому что один является губернатором там области в другой стране, вот, а второй вообще якобы просто гражданин Грузии. Это, по-моему, уникальный случай такой мировой практики, когда... Фактически руководитель государства никаких постов не занимает, да? Да, 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 вот такое вот сложилось там. К сожалению. Ну, подождите, вот я просто понять хочу, когда люди идут голосовать за единое национальное движение, вот, которое, собственно, вот, можно считать до сих пор партией Саакашвили, можно ли говорить, что люди голосуют за Саакашвили и поддерживают вот Саакашвили вот как того своего лидера, да? Да, именно Саакашвили, потому что все остальные там, они, внимания не стоят. А вот именно за Саакашвили, да, вот за его, за то, что он говорит, что он обещает, вот, за эту демагогию, которую он, значит, выдает каждый раз. И это нравится какой-то части общества, тем более, что вот эта новая сила, которая пришла к власти в лице вот этой грузинской мечты, они ведь за эти четыре года ничего кардинального не сделали. Там Иванишвили все время выступает и всем рассказывает, какое у него гениальное правительство он привел к власти. Но на самом-то деле никаких позитивных результатов в жизни, в экономике, в быту, в социальной сфере достигнуто не было. Поэтому вот это разочарование в деятельности этой грузинской мечты, оно огромно просто, оно всеобъемлюще, все разочарованы. Но все равно голосуют. Но голосуют потому, голосует вот та часть общества, которая очень опасается возвращения, опасается того, что американцы решат возвратить к власти Саакашвили и его партию. Вот этого боится большинство, подавляющее большинство населения страны. Поэтому они пошли и отдали свои голоса опять к грузинской мечте. Фактически грузинская мечта, как и первые выборы, она выиграла на ненависть населения к тому режиму, который был при Саакашвили. Вот большой части населения, значительная часть, большинства. И сейчас, несмотря на разочарование, все равно именно на вот страх и перед тем, что может вернуться тот режим, вот опять выиграла грузинская мечта. Но это уже конец ресурса. К следующим выборам, я думаю, уже этого ресурса не будет. Саакашвили сгрозился приехать сразу после выборов. Ну, это был такой мощный пиархот. Никуда он приехать, все они знали, что они проиграют эти выборы, потому что это было известно всем, кто знал так настроение в стране. Ну, попыхтели, покричали, и сейчас еще кричат о фальсификациях, о чем-то еще. Ну, это такое в порядке вещей. Собственно, да, кричат о фальсификациях. Более того, там выходили слухи до выборов, что, возможно, были какие-то миссинги протеста после, да, и там вспоминали революцию Росвенек, так сказать, массовая информация. Нет ресурсов у них для этого. Но при этом, кстати, у них есть ресурс в виде телевидения. Ведь по-прежнему партия Саакашвили, она к телевидению имеет прямое отношение. Их нонсируется западом. Ну да, она монопольно владеет одним из каналов, наиболее таким крупным. Вот, к сожалению, вот эта нынешняя власть, она ничего не может противопоставить этому, потому что американцы жестко за это стоят. Американцы устраивают двухпартийную, они хотят выстроить эту двухпартийную систему. Вот, и стремятся к этому. Но, а эти, те, кто во власти, они не могут ничего противопоставить американцам, они возражать не могут. На этом, видите, другие партии, вот опять же, да, партия, это демократическая буржуанадзе, есть партия патриотов, альянс патриотов, кажется, да? Альянс патриотов, да, альянс патриотов, вот он прошел, он набрал минимальное количество, правда, 5%, но проведет своих депутатов, там, 6 человек. А что предлагает альянс патриотов? Они, у них такое расплывчатое, в принципе, но их спасло что? Им приклеили ярлык пророссийской партии. Вот, это периодически, значит, вот эти вот какие-то ведущие партии, там, которые есть, проамериканские, они периодически находят какой-то объект политический для того, чтобы ему приклеить этот ярлык. Вот, сейчас эту роль сыграла вот эта вот альянс патриотов. Хотя, они всячески от этого отнекиваются, и правильно, потому что они, их вряд ли можно назвать пророссийской, но, во всяком случае, вот это есть. А настроение, вот такое пророссийское, которое можно назвать, в грузинском обществе, они есть. Вот эта тема, вообще, восстановление, нормализация отношений с Россией, она очень востребована в грузинском обществе. И вот это вот часть людей пошли, да, и отдали им, хотя я не думаю, что они их, правда, ассоциировали с какой-то пророссийской ориентацией, но, во всяком случае, голоса они получили вот именно из-за этого. Если говорить о силах, скажем так, тяготеющих к России, сейчас в политическом поле Грузии их нет вовсе, если я правильно понимаю. Нет, ну есть какие-то политические организации, которые говорят об этом, да, и провозглашают этот тезис, но, видите ли, лидеры этих организаций, они в свое время были замечены совершенно в других вещах, понимаете. Они выступали там за, ну, та же самая бурдженадзе, она сейчас очень хорошо говорит, правильно говорит, но всего несколько лет назад она была такой ярой сторонницей вступления в НАТО. И она принимала участие в той самой революции РОС, что важно, да. Революции РОС, да, и политически она была ориентирована всегда на Соединенные Штаты, вот, значит, призывала вступать в НАТО, там, я не знаю, Евросоюз, там, чтобы быть стратегическим партнером Соединенных Штатов. Ну, можно считать, что нынешняя ее трансформация такая, вот такой резкий поворот на 180 градусов, он обусловлен, ну, тем, что стало мудрее, умнее, да, как бы с возрастом, вот, но есть и другая версия, да, более такая приемлемая для людей, я имею в виду, для общества, что, ну, вот переметнулась по каким-то соображениям. Здесь она никому не нужна, здесь своих хватает, вот она сейчас, значит, переметнулась на другую позицию. То есть веры нет в то, что это на самом деле, вот, лидеры, которые искренне хотят и могут восстановить эти отношения, понимаете. Еще немного о Грузии поговорим сразу после короткого выпуска новостей. Я напоминаю, у нас в гостях Александр Чаачер, руководитель Центра проблем глобализации, грузинский политолог. Александр Чаачер, руководитель Центра проблем глобализации, грузинский политолог у нас в студии. Здесь, кстати, пока новости читала, нашла еще одну очень любопытную, значит, грузинская партия продается на ebay. Партия оперного певца Бурчуладзе была выставлена, значит, это оперный певец, фамилия Бурчуладзе, зовут его Паат. Он, значит, создал партию государства для народа, а теперь выставил ее на ebay за 92 тысячи долларов, вот. Причем, пишет, состояние БУ видны следы пользования. Я не знаю, это он сделал, кто-то смеется на дне. Нет, это кто-то издевается просто, он на самом деле... Такая казусная ситуация, вот, выдающийся певец, такой, значит, бас, очень известный в мире, зачем ему это нужно было, не знаю, приехал и просто испортил себе имя. Был человек очень авторитетный, очень им гордились, им аплодировали. Вдруг кто-то его надоумил создать, значит, партию проамериканскую, как он говорил, про западную, которая вот настоящая проамериканская, настоящая про западную. И вот он выведет Грузию, значит, туда, к светлому будущему. Ну и в итоге, значит, там получил какие-то смешные 2 или 3 процента, и партия вся разбежалась. Ну и вот сейчас над ним издеваются, видимо, кто-то придумал такую. Ты знаешь, что в описании, значит, в состав лота входят политические фигуры, офисы, вертолет, икона, что важно, оперный плейлист, работающая бюрократия, экономическая и юридическая программа, политический фильтр, молодежное крыло и немного долгов. Ну, звучит, конечно, неплохо, да. Она набрала меньше 5 процентов, не прошла. Ну, что интересно, государство для народа, это же целый блок, там 3 партии было, государство для народа, гражданская платформа, Новая Грузия, Новая Правая. Да, но это там такие маргинальные группировки. Слушайте, я про Россию хотела еще немножко поговорить. В последние 2 года, ну вот после, скажем так, наступления некоторого экономического кризиса в нашей стране, после того, как были закрыты туристические направления, доллар подорожал. Грузия стала очень популярным туристическим направлением. Туда раньше люди ездили, а вот в последние 2 года очень активно. Я это замечаю даже по своей ленте в Фейсбуке, у меня не проходят там недели, чтобы кто-то не выложил фотографию из того же самого отеля, в котором уже все мои друзья там остановились в Казбегах. Вот там новый человек приехал, все едут активно. Я так понимаю, что определенный рост туристического потока и в Грузии тоже заметили. И вот была в этом году и была 2 года назад. Я заметила, что в этом году чуть больше людей говорило, уже пытался со мной по-русски говорить. Ну вот как будто какой-то крен в эту сторону есть. Не кажется ли вам, что с развитием туристических потоков более активных может и, ну скажем так, более дружественные отношения выстроиться между двумя государствами? На таким естественном уровне снизу, что говорят. Вы понимаете, вот эти дружественные отношения, они ведь были все время. Все время были. Я не знаю таких случаев, ни от кого не слышал, чтобы люди, туристы там из России, приехавшие туда отдохнуть, чтобы они встречали какие-то там, ну были какие-то нибудь инциденты, там эксцессы, связанные там с русофобскими проявлениями или еще чего-нибудь. Я такого никогда не слышал. У меня достаточно большой круг общения в России. Это всегда было. Сейчас увеличилось количество туристов, на самом деле, на этом много причин. И в принципе туристы довольны. Я вот тоже не слышал, чтобы кто-то был недоволен. Как можно быть недоволен, конечно. Либо отношением, либо, значит, там, условиями отдыха и так далее. В принципе, люди довольны, люди едут. И это замечательно. Там тоже этому очень рады. И не только с экономической точки зрения. Мне кажется, даже больше вот с такой вот моральной. Потому что все же долго очень отрывали наши народы друг от друга. Но все это делалось настолько грубо, по-хамски и не очень высокоинтеллектуально. Что, в принципе, до серьезных успехов в этом направлении не удалось. Но что касается того, насколько это будет влиять на межгосударственные отношения. Вот здесь я очень скептически отношусь, потому что не будет никак влиять. Знаете, все же межгосударственные отношения определяют правящая элита. Правящая элита, она сформирована непосредственно американцами там на месте. Вот, формировалась она, вот весь политический класс Грузии, он формировался в течение 25 лет американцами так, как они хотели. Понимаете, вот они его сформировали. Это глубоко эшелонированная такая структура политическая. Где вот одна, значит, партия сменяет другую так, как это им нужно. Создавая видимость демократии, смены власти, но постоянно оставаясь в одном и том же тренде. Поэтому я таких сил, которые могли бы подхватить вот эти настроения масс, направленные на то, чтобы улучшить отношения, сблизиться там и так далее, и так далее. Вот таких сил политических я там не вижу. И нет перспективы, что они там именно родятся. Потому что Россия никак не принимает участие в политической жизни Грузии. Вот там, я же говорю, периодически кого-то называют, там агентом Кремля, там еще что-то. Но на самом деле... И вы не Шевелеве тоже называли агентом Кремля в свое время? На самом деле, значит, в течение вот этих 25 лет после разопада Советского Союза, она никакого участия в политической жизни, в внутреполитической жизни Грузии не принимала. Ну это, безусловно, очень не зря. Вот если говорить, кстати, по поводу экономической составляющей. Был ведь такой период довольно-таки тяжелый для экономики Грузии, когда вот прям совсем было все плохо. Сейчас, мне кажется, что ситуация уже стала выправляться в последние годы. И сейчас, если говорить про регион, то явно там, я уж не знаю про ВВП, но самочувствие, скажем так, среднего грузина несколько выше, чем самочувствие среднего армянина в Армении. Да, Армения живет беднее. Ну, судя, опять же, вот потому, что мы видим. Можно ли говорить, что это результат экономического роста? Или просто в Армении хуже дело становится? Нет, ну в Армении плохо, да, в Армении совсем плохо. Ну, Армения вообще, ну она беднее по своим ресурсам. Страна, это ясно. Но Грузия всегда лучше жила, чем Армения. Поэтому и большое количество армян живет в Грузии. Вот этот миграционный поток, он был всегда исторический. Но здесь дело, знаете, в чем? Да, люди стали, может быть, люди стали посвободнее жить. Они не столько экономически стали лучше жить в Грузии, сколько вот посвободнее в том смысле, что нет вот этого вот, этого постоянного контроля и насилия со стороны власти. Понимаете, вот это сказывается очень, я тоже это наблюдаю. Казалось бы, экономическая ситуация не изменилась там в той или иной семье, но они чувствуют себя лучше, чем были вот при Саакашвили, потому что нет этих, знаете, там слежек, там каких-то арестов, там и прочее. Не слышат все время это люди, что того арестовали, этого посадили, того в тюрьме убили, там и так далее, и так далее. Вот это было все очень так актуально во времена Саакашвили. Люди стали жить свободнее. Ну и, конечно, вот это напыл туристов, это тоже приносит какие-то деньги, и людям, ну, конечно, полегче. То есть, туристы не только из России едут, я смотрю, там иностранцев немало, очень многие вот как раз в горы едут, иностранцы. Да, да, да. Мне рассказывали, что очень многие виды, там, например, активного отдыха, там, так, какое-то опасное скалолазание, какой-то там бейсджампинг безумный, там, в Европе это не разрешают делать, в Грузии можно. Поэтому, значит, туда активно едут люди с деньгами в том числе, и там их тратят. Едут люди очень хорошо, это замечательно. Безусловно, там, иностранцы, которые приезжают, они, это очень небольшая доля, они погоды не сделают. А вот российские туристы, да, они приезжают, и они формируют фактически этот рынок. Но, как видели, да и то тоже, что вот при этой днешней власти, все же вот это напряжение такое, когда постоянно слышались оскорбления со стороны политической элиты в адрес России, там, оскорбительные были эти, знаете, Сиракашвили оскорбительно выступал, там, члены его команды оскорбительно выступали. Это все приводило к тому, что уже никто не хотел общаться вообще с Грузией. Сейчас этого нет, и то, что там вот, допустим, какие-то продукции, сельхозпродукцию Грузии допустили на российский рынок, это же тоже деньги пошли. Безусловно. А у нас осталось буквально 15 секунд. Последний вопрос. Вот слушатель наш, Саныч, спрашивает, правда ли, что Саакашвили внук Лаврентия Берия? Ну нет, ну какая глупость. Нет, нет, никакого отношения Лаврентия Берия не имеет, ни по какому параметру. В развенчальном предположении нашего слушателя в нашей студии был Александр Чащий, руководитель Центра проблем глобализации, грузинский политолог.